МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение пяти лет для средних школ разработают новые учебники. С этого года в учебных заведениях будут восстановлены профильные классы. Кроме того, в ближайшее время предполагается разработать меры по повышению престижа среднего специального образования. Об этом шла речь во время встречи заместителя премьер-министра Беларуси Натальи Качановой с педагогами Гомельской области. Какие преобразования ожидают отечественную систему образования, знают наши корреспонденты. Системе образования в Беларуси всегда уделялось большое внимание. Но в этом году оно увеличилось в разы. Ситуацию в области анализировали сразу три республиканские комиссии. Сейчас готовится совещание с участием главы государства. Вместе с тем в правительстве убеждены, перед принятием важных решений необходимо еще раз посоветоваться с практиками. Спектр вопросов очень широк. От закрепления на месте молодых специалистов-учителей до поддержания в надлежащем состоянии материально-технической базы. Особое внимание в ходе встречи вице-премьера с учителями к качеству занятий. Сегодня преподаватели должны готовить такое количество часто никому не нужных отчетов, что времени на подготовку к урокам не так уж и много. Есть нарекания и на качество учебников с очень сложным для освоения материалом. В правительстве проблему понимают и обещают решить в течение пяти лет. К первому сентября будут переработаны программы первого, пятого и десятых классов, а в течение пяти лет будут разработаны новые учебники, которые будут понятны и доступны как для учащихся средних школ, так и для их родителей. Кроме того, с этого года решено восстановить профильные классы. С аргументами учителей спорить трудно. Невозможно на одном уроке заниматься с одаренными учащимися по углубленной программе, со всеми остальными по обычной. Те учащиеся, которые хотят получить знания, они должны учиться в профильных классах, получат подготовку соответствующую, и смогут поступать, легче будет поступать в высшее учебное заведение. Другие учащиеся смогут, те, которые в профильных классах не обучаются, могут продолжить свое образование в лицеях. У учеников, которые не попадут в профильные классы, останется возможность выбора – продолжить учебу в обычных классах в школе или подать документы в профессионально-технические учреждения, статус которых, кстати, планируется повысить. Вице-премьер Наталья Качанова убеждена, наблюдается явный перекос в сторону рекламы высшего образования. Во-первых, сегодня стране нужны рабочие высокой квалификации. Во-вторых, путь вузы в любом случае никому не закрыт. Были бы возможности и желания. Если сегодня не совсем дается учеба, почему ребенку не пойти получить и среднее образование, и еще специальность, чтобы дальше реализовывать себя? Захотел ребенок учиться? Пожалуйста. Нет, значит, у него есть уже профессия, по которой он может идти работать. Другой вопрос, что профессионально-технические учреждения должны работать над тем, чтобы выпускать действительно квалифицированных специалистов. На Гомельщине проанализировали эффективность работы с обращениями граждан. При этом основное внимание уделили искоренению фактов бюрократизма со стороны как некоторых государственных лиц, так и в целом местных органов власти. О том, что мешает внимательнее относиться к проблемам конкретного человека, наш следующий материал. Система работы с обращениями граждан на Гомельщине налажена довольно эффективно. Причем речь идет не только о таких традиционных формах, как горячие телефонные линии. В Лоевском районе, например, создали мобильные информационные группы во главе с заместителями председателя и руководителями структурных подразделений, которые по несколько раз в месяц выезжают в населенные пункты. Плюс во всех регионах работают наблюдательные комиссии, которые во время посещения граждан непосредственно по месту жительства решают значительное количество проблем. Очень эффективными оказались и прямые телефонные линии, которые проводят руководители исполнительных комитетов. Только в Гомельский облсполком поступило более 830 звонков. У нас каждое четвертое обращение решено положительно. То есть фактически 25% – это те обращения, которые решаются положительно. Не надо забывать о том, что и ряд обращений ставится все-таки на длительный контроль. Это те вопросы, которые не решишь даже в течение месяца. Капитальные ремонты домов и замены где-то каких-то сетей. Во время проведения семинара особое внимание уделяется работе службы «Одно окно», которое сегодня действует в каждом районе области. Однако за несколько лет ее существование в регионах так и не создали единой информационной сети. Есть вопросы и к деятельности официальных сайтов, которые зачастую являются настолько сложными, что найти необходимую информацию на них совсем непросто. Вместе с тем необходимо констатировать и тот факт, что достаточно значительная часть обращений – это попытка решить собственные проблемы за счет государства. А потому принятие отрицательных решений в таких случаях является полностью обоснованным. Отсюда и главное требование государственным служащим – с людьми необходимо не просто работать, но и принимать обоснованные, компетентные решения. Бюрократизм – это не такое уж и плохое слово. Бюрократизм везде присутствует. И бюрократия – это какие-то правила строгие. Важно, чтобы не было перебора, чтобы эти правила не были излишними, чрезмерными, чтобы требования не были надуманными. Тогда все будет в порядке. В Гомельском районе состоялся специализированный семинар «День поля». В этом году он был посвящен овощеводству, а потому проходил на базе одного из ведущих в стране предприятий и отрасли, которым является КСУП «Брилёва». Подробности в нашем следующем материале. В Доме культуры поселка Мичуринский собрались представители аграрных предприятий, работники инспекции по растениеводству, специалисты Института овощеводства. Цель семинара – обмен практическим опытом, получение информации о новых технологиях. Организаторы уверяют – прогресс в сельском хозяйстве не стоит на месте. Опыт работы лучших хозяйств республики доказывает то, что можно получать достойный качественный урожай и достойную качественную продукцию ничем не хуже, нежели в Западной Европе. Одно из таких хозяйств – Брилёва, которое на протяжении ряда лет занимает первое место в стране. Урожай овощных культур здесь не ниже 680-700 центнеров с гектара. О том, как достигается такой результат, участникам семинара рассказывали на полевых плантациях, в месте, где сегодня жарко в прямом и переносном смысле. Чтобы противостоять засухе, в Брилёва за ценой не постояли. Из-за рубежа были привезены поливочные установки. В настоящий период времени у нас работают два фрегата. Один фрегат работал, а потом второй запустили недавно. Но до этого лет 7 или 8 тому назад мы приобрели перебежные установки поливные. Конечно, это дело довольно хлопотное, накладное, дорогое. Работали круглосуточно, день и ночь. Жара и засуха – главная проблема овощеводства в этом году. Грунтовые воды ушли из почвы на глубину до 2-2,5 метров. В то же время ночи для растений выдаются достаточно холодными. Однако, несмотря на всё это, специалисты уверяют – паниковать не стоит. Овощей хватит для себя и не только. Овощи у нас будут. В прошлом году мы собрали 72 тысячи. Я надеюсь и рассчитываю, что мы это количество получим и в этом году. Это 2,5-3 потребности нашей области. То есть хватит на вывоз за пределы нашей области в рамках республики. Ну и в дальние зарубежья тоже немаленькие объемы, есть возможность поставлять. В Ельске состоялось открытие реконструированного памятного знака герою Советского Союза, герою Словакии Яну Налепке. Жизненный путь отважного офицера тесно связан с белорусским полесьем. Он оказался в Ельске в составе 101-го словацкого полка. Вскоре установил связь с советскими партизанами из группы офицеров и солдат и перешел на их сторону. Ян Налепка, его именем в Ельске названа улица. Его имя носит школьная пионерская дружина. В городском краеведческом музее офицеру посвящена экспозиция. Историю этого человека знает, наверное, каждый житель Ельска. Будучи начальником штаба 101-го словацкого полка, воевавшего на стороне фашистов, создал подпольную группу и в 1942 году перешел к белорусским партизанам. Ян Налепка погиб при освобождении города Овруч Житомирской области в 1943 году. Ему присвоено звание Героя Советского Союза и Национального Героя Словакии. Конечно, капитан Налепка, он чрезвычайная историческая личность. Он же был молодым человеком, просто когда решил на этот очень-очень важный шаг в его жизни. И он организовал просто около 200 человек, которые перешли на страну белорусских партизан. Некоторые историки говорят, что такого просто в истории Второй мировой не было. Его не надо красить никакими идеологическими красками, просто он настоящий герой. Мирослав Майжита посещал Ельский район в 2013 году. Тогда и познакомился с героической историей своего земляка. А местные власти приняли решение о реконструкции памятного знака Яну Налепка, который находится на одноименной улице. И вот спустя два года очередная встреча, но уже на торжественном открытии памятного знака. Символично, что произошло это в год 70-летия Великой Победы. Так, имя Яна Налепка и его подвиг стали основой для дружеских отношений между Словацкой республикой и Ельским районом Гомельщины. На этом наша программа завершена. Смотрите эстафету новостей по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Александр Гамоля. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!